Истории жертвенного духа Тяньши. История 25-я. Талантливые кадры, богатство компании. В критические моменты трансформации корпорации Тяньши ее основатель господин Ли Цзинь Юань не раз убеждался, что скорость и качество принимаемых на разных уровнях решений тесным образом связаны с подготовкой и наличием таланта у ключевых сотрудников. Поэтому на многих рабочих совещаниях он подчеркивал, развитие предприятия зависит от кадров, а развитие кадров зависит от образования. Талантливые кадры – это богатство. Компания не жалела сил и средств на корпоративное обучение. На первом этапе развития была создана внутрикорпоративная система подготовки корпуса консультантов, а в сотрудничестве с внешними экспертами – образовательная компания для реализации проектов по развитию кадров. Через некоторое время в Гонконге была зарегистрирована Международная бизнес-школа Тяньши по модели корпоративного университета. В рамках третьего взлета «Развитие бизнеса» господин Ли Цзинь Юань поднял систему образования на еще более высокий уровень, сделав ее крылом новой стратегии Тяньши. Один бизнес – много крыльев. Господин Ли Цзинь Юань часто говорит, «Чем чаще я выезжаю за границу, тем более я люблю свою страну». И задавшись целью способствовать повышению качества жизни народа и осуществлению великой китайской мечты национального возрождения, он дал клятву – организовать собственный университет и поддерживать дело национального образования. 26 октября 1996 года была официально создана группа планирования по созданию колледжа Тяньши. Ценность университета определяется не зданием, которое он занимает, а великими учителями, которые в нем преподают. Господин Ли Цзинь Юань глубоко понимает это. Поэтому он пригласил в колледж Тяньши известных экспертов в области высшего образования, сформировал мощную организационную систему и эффективный, талантливый педагогический коллектив. В октябре 1998 года была завершена первая очередь строительства Тяньцзинского колледжа с инвестициями в размере 80 миллионов юаней. Более тысячи студентов дневного отделения могли начать обучение. В 1999 году начался первый набор студентов. Чтобы осуществить вторую очередь строительства растущего университета Тяньши, в 2000 году господин Ли Цзинь Юань продал виллу с видом на море в Сиэтле и особняк в районе залива в Сан-Франциско. Вырученные от продажи 200 миллионов юаней были вложены в проект второй очереди строительства университета. Новый кампус занимает площадь 3,2 квадратных километра с планируемой площадью застройки 2,1 миллиона квадратных метров. Общий объем инвестиций превысит 17 миллиардов юаней. В семи колледжах будет организовано обучение по 50 специальностям. После окончания строительных работ университет сможет принять 42 600 студентов. Господин Ли Цзинь Юань относится к университету Тяньши как к своему любимому детищу. Во время поездок в разные страны он использует любую возможность встретиться с известными учеными и пригласить их в свой университет читать открытые лекции и проводить занятия, способствуя культурному и научному обмену и сотрудничеству между университетом Тяньши и всемирно известными университетами. В настоящее время продолжается сотрудничество с университетом Рутгерса в Нью-Джерси, университетом Делавера, Кембриджским университетом Кренфилда, университетом Бирмингема, университетом Плимута, университетом Стаффордшира, университетом искусств Энмута, Эдинбургским университетом, Парижским горно-технологическим университетом. Жизнь длится долго, а настоящая любовь – вечно. Господин Ли Цзиньюань последовательно осуществляет свою мечту об искреннем служении стране, обществу и людям. «Мы вышли из общества и должны служить обществу» – его вечный девиз.